Первое, о чем мы поговорим, это о разнице между армяно-азербайджанским и российско-украинским конфликтами. Наши азербайджанские оппоненты очень часто навязывают украинскому обществу ложное убеждение, что конфликт между Украиной и Россией аналогичен конфликту между Арменией и Азербайджаном. Прежде всего, я желаю опровергнуть данное утверждение. Приведу два основных и принципиальных различия этих двух конфликтов. Различие номер один. С 1991 года, то есть даты обретения независимости Украины, Российская Федерация признала полуостров Крым частью независимого государства Украины. То есть не поднимался вопрос Крыма в принципе, это факт. Вместе с тем, Армения и армяне Карабаха не признали территорию Нагорного Карабаха частью независимого Азербайджана. И не обязаны были признавать. Но об этом позже поговорим. Почему именно? Более того, еще в 1988 году сессия народных депутатов Нагорно-Карабахского автономного округа обратилась к Верховным Советам Армянской ССР, Азербайджанской ССР и СССР с просьбой рассмотреть вопрос о передаче из административного подчинения одной области в административное подчинение другой области территории Нагорно-Карабахского автономного округа, в которой армяне составляли абсолютное большинство населения. Азербайджан с самого момента обретения независимости ни одного дня не контролировала территорию Нагорного Карабаха полностью. О правых аспектах данного вопроса мы подробно поговорим. Различие номер два. Ни в Крыму, ни на Донбассе не имело места никакой дискриминации русских и ненависти к русским. Вместе с тем в Азербайджане, начиная с 1988 года, прошу учесть, что это еще было до распада СССР, совершаются погромы армян в Сунгаите, Баку, Кировобаде и других городах азербайджанских. Развязывается беспощадная война против мирного населения Карабаха. Более того, для понимания политики Азербайджана я приведу лишь несколько примеров того, что есть прямо сейчас, на сегодняшний день, которые можно проверить. Пункт номер один. В 2004 год азербайджанский офицер Рамиль Сафаров во время прохождения совместного обучения в рамках программы НАТО в Будапеште зарубил топором спящего армянского офицера. Затем, по прибытии в Азербайджан в 2012 году, этот офицер был немедленно помилован президентом Азербайджана, стал здесь национальным героем, получил квартиру, повышение по службе и зарплату за годы, проведенные в тюрьме. Пункт номер два. В начале апреля 2016 года, во время очередной эскалации военных действий в Карабахе. Я, конечно, знаю, кто начал эскалацию, но, допустим, это мое мнение, и сейчас не об этом. Значит, азербайджанские солдаты заходят в дома в селе Талиш, где живут беззащитные старики и старушки, и, внимание, отрезают им уши и другие конечности. Кроме того, отрезают головы убитым армянским солдатам, снимают это на видео и выкладывают в интернете. Затем эти же солдаты получают государственные награды лично от президента Азербайджана. Пункт третий. Гражданин любой страны, если у него армянская фамилия, или если он имеет хотя бы каплю армянской крови, не может сегодня заехать в Азербайджан. Пункт четвертый. Ни один армянин, родившийся на территории Азербайджана, не может получить в Азербайджане никаких документов, хотя бы касательно факта их рождения. А я напомню, что до депортации армянского населения из Азербайджана, в частности на момент 1989 года, в Азербайджане проживало около 350 тысяч армян. Ну и так далее. Кстати, для понимания причин войны и некоторых фактов самой войны, я рекомендую каждому ознакомиться с результатами исследований чешской журналистки Даны Мазаловой, которая находилась в тот период в Карабахе, и вам будет чрезвычайно интересно ее послушать. В интернете есть ее видео и печатные статьи и так далее. А теперь, господа, сравните все это с конфликтом между Украиной и Россией, учитывая все уже сказанное. Задайте себе вопрос. В чем-нибудь эти конфликты похожи или нет? Обо всем этом мы, конечно же, поговорим подробнее. Главное, чтобы с самого начала были ясны эти принципиальные различия. И все мною сказанное прошу применять исключительно к армян-азербайджанскому конфликту и никакому другому.